Всем привет, на связи Мабу и в сегодняшнем видео я вам расскажу о том, с чего стоит начать, если вы решили создать мобильное приложение, на котором вы захотите заработать. То есть я вам расскажу, как, в принципе, проанализировать идею вашего потенциального мобильного приложения. Итак, устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Если вы хотите стать Android разработчиком, то есть хотите овладеть современной стабильной профессией, либо хотите разрабатывать свои мобильные приложения, зарабатывать на этом, либо вы хотите заниматься заказной разработкой и разрабатывать мобильные приложения под Android на заказ на иностранном рынке, то тогда я рекомендую вам не тратить много времени и обучиться у меня на курсе по профессии Android разработчик. Сейчас действуют декабрьские скидки, поэтому я вам предлагаю записаться на обучение, на курс, где у вас будут личные консультации со мной, проверка домашних заданий, у вас будет сохранена возможность консультации со мной даже в течение года после окончания обучения. То есть это очень важно. Плюс на курсе нет сухой теории, только практика, то есть вы будете обучаться практике, современным методам разработки, плюс обучу еще нескольким вещам, которые нужны разработчику, но мало кто владеет этими вещами. То есть вы будете владеть актуальными технологиями и на курсе при выпуске вы делаете специальный выпускной проект, который включает в себя все то, что мы изучили, на курсе все то, чем пользуется современный андроид разработчик, плюс каждую неделю вы еще будете делать мелкие проекты. То есть у вас будет очень хорошее портфолио. И курс сейчас доступен по акции всего лишь за 3000 рублей. Это предновогодняя акция, буквально через 7 дней эта акция закончится. Я возьму по вот этим выгодным условиям только двух человек и все. То есть есть два вакантных места. Но есть, допустим, пакет без обратной связи от меня, он стоит всего лишь 1500 рублей и такая цена у него будет всегда. Но если вы хотите прям очень быстро стать андроид разработчиком, ну все зависит отлично, конечно же, от вас. Но у меня были случаи, когда я за 3 месяца остановилась и за полгода. То есть если вам надоело ковыряться в материалах с интернета и вы не видите, куда двигаться дальше, не видите результата, то я вам рекомендую записаться ко мне на курс и я сделаю из вас андроид разработчика. Все ссылки есть в описании под видео. Когда у вас есть идея создания какого-то мобильного приложения, вы должны в первую очередь проверить эту идею на наличие на рынке. То есть вы должны посмотреть, а есть ли такое мобильное приложение уже на рынке. В идеале, вот прям в идеале, если вы найдете такое одно похожее, очень популярное мобильное приложение Миллионник, то есть в котором миллион скачиваний. Да, очень успешное. И в этой сфере либо нет, кроме этого, никакого больше подобного мобильного приложения, или их очень мало и которые работают на небольших оборотах и вы сможете с ними конкурировать. То есть по факту у вас будет один локомотив, ваше локомотив мобильное приложение Конкурент Миллионник, который будет создавать и создал уже и продолжает создавать спрос на свое приложение. И вы, как одно из мелких мобильных приложений на старте, будете идти за этим Миллионником, который будет как локомотив продираться и создавать спрос, и вы будете собирать остатки сливок вот этого мобильного приложения Миллионника. И постепенно вы будете расти, расти, расти и сначала на маленьких оборотах, потом постепенно расти, расти, расти и тем самым сможете в дальнейшем увеличивать свои рекламные бюджеты и вкладываться больше в маркетинг. И при этом на небольших оборотах, которые будет вам давать вот это приложение Миллионник, вы будете получать какую-то аудиторию на основе того, что Миллионник создает спрос и вы будете сначала на маленьких оборотах расти. И это лучше, чем вы вообще придете на пустое поле, где ничего нету и спроса нету, и для того, чтобы прийти, как бы забрать себе несколько клиентов, вам придется вкладывать деньги. А здесь вы сможете на фоне вот этого Миллионника уже начинать зарабатывать, что очень важно. Кроме того, ну я как ранее сказал, что либо нет мелких конкурентов, либо есть их немного. Если прям их сильно много, то лучше не идти. Кроме того, у вашего мобильного приложения должна быть понятная аудитория. Я сейчас не имею в виду тот, скажем так, инфоповод, когда говорят создайте аватар вашего клиента. Нет, вам нужна понятная аудитория, вам нужно понять, кто ваша аудитория. Для чего это нужно? Для того, чтобы максимально понятно, как планировать свой маркетинг. То есть понимать, куда вы идете и зачем. Это не только важно для маркетинга. Понятная аудитория – это узкая аудитория, то есть конкретные люди. Для чего это? Ну, например, вы делаете, скажем так, мобильное приложение, контентное мобильное приложение по уходу за зубами. Здесь определенная аудитория, люди, у которых либо есть проблемы с зубами, либо те, которые хотят ухаживать за зубами и ранее сталкивались с этой проблемой. Такие люди периодически посещают стоматологов. И в таких мобильных приложениях, в таком мобильном приложении, вы можете предложить рекламироваться конкретным стоматологическим клиникам или косметологическим заведениям, косметологам, которые предлагают услуги по уходу. Либо за кожей, либо за зубами, вот что-то такое, да. И идеально, если ваше мобильное приложение будет сосредоточено на конкретном городе. То есть идеал конкретный город – миллионник, идеал какая-то определенная аудитория, которая периодически ходит к стоматологам по уходу за зубами. Таких людей не будет много. Допустим, вы в миллионнике наберете там 3000 человек. Но это аудитория, которую можно продать. Эту аудиторию можно продать рекламодателям. То есть придите к этим же косметологическим центрам или стоматологическим клиникам, предложите им аудиторию просто разношерстную, от водителя до управляющего банка, и у которых разные интересы, либо предложите им конкретную аудиторию, которая интересуется конкретными вещами. Естественно, выберут второе. Поэтому очень важно иметь определенную узкую и четкую аудиторию. Кроме того, вот с этой аудиторией, даже с первым пунктом, про который я рассказывал, когда есть приложение миллионник, есть множество мелких других конкурентов, ну вернее их мало, либо вы одни. И тут с этим очень важна потребность, то есть спрос. Должен быть интерес к вашей тематике. То есть у каждого мобильного приложения есть определенная тематика, особенно если контентная. И нужно, чтобы этой тематикой интересовалось определенное количество людей. Тут нужно исходить из того, какое приложение вы делаете. Либо если вы делаете для локального рынка, то есть для определенного города, для определенной сферы, вам нужно проанализировать, сколько людей интересуется, там, допустим, этой темой в вашем городе. И нужно проверить спрос. И спрос не будет четкий в цифрах. Нужно в доле посчитать, как бы, какая доля взаимоотношений между спросом и предложением, между спросом и реальной потребностью. То есть нужно тут посидеть, проковыряться. Тут, опять же, когда вы работаете на себя, когда вы создаете свои стартапы, вы должны уже прокачиваться как маркетолог. Без этого никуда. Вы не тупо работаете на дядю, а вы идете именно заниматься своими делами. Отлично. Проанализировали все эти пункты. Есть аудио. Имеет смысл заходить. Есть аудитория. Есть спрос. Понимаем, в принципе, что реально. Что дальше? Дальше смотрим конкурентов этих самых. И выписываем, берем, прям скачиваем мобильные приложения, похожие, и прям начинаем пользоваться, и выписываем плюсы и минусы. То есть из минусов выписываем, чем вам не понравилось мобильное приложение конкурента, и что вы хотели бы сделать из плюсов. То, что вам прям нравится, что круто сделано, и взять себе на вооружении. Далее мы читаем отзывы и выписываем, что людям нравится, что людям не нравится. Сюда в копилку будущих наработок. И думаем о опциях. То есть о тех опциях, которые выделят вас на фоне конкурентов. Либо вы как что-то лучше сделаете, либо вы дополните свое мобильное приложение таким функционалом, которого нет у конкурентов. Думайте об этих опциях и сразу же думайте о типе монетизации. Как вы будете монетизировать свое мобильное приложение. Реклама, платная подписка. Опять же, если говорим про Android, то это, конечно же, будет реклама. На платной подписке много не заработаете. Если мы говорим про iOS, конечно, стоит идти в сторону платной подписки. То есть думайте, где вы, как вы будете рекламодателей привлекать. Уже думаете, к кому вы обратитесь с предложением прорекламироваться. Как вы будете выстраивать свою стратегию. То есть перед разработкой мобильного приложения необходимо проанализировать рынок. Нужно понять сферу приложения, если приложение миллионник и если мелкий конкурент у вас. Нужно понять свою аудиторию, сделать ее как можно более понятной, узкой и четкой. И правильно сформулировать для будущего рекламодателя. Должна быть потребность на рынке в вашем мобильном приложении или в той тематике, которая продвигает ваше мобильное приложение, работает в этой тематике. И обязательно анализируем конкурентов, пользуясь их мобильным приложением, выписывая плюсы и минусы. Читаем отзывы и думаем о дополнительных опциях монетизации. Ну а на сегодня у меня все. С вами был проект Mabu. До встречи на следующих эфирах. Всем пока.